Друзья, добрый вечер! У нас сегодня 19 сентября. Не зря я подошла к этой розе. Это роза Red Piano. Я хочу показать вам в этом ролике, какие розы у меня в этом сезоне вынесли все катаклизмы на это лето. Red Piano. Красавица, красавица. Смотрите, лист чистый-чистый. Обрабатывала всех одинаково. До самого-самого не завидите. Показываю в самом низу. Ну, конечно же, красота неимоверная. Люблю я эту розу. Вот такими кистями выдала она мне в этом сезоне высоченные побеги. Метр семьдесят. Высота базальных очень много дала. Этой розочке всего лишь два сезона. Красотка, красотка. Конечно же, Навалис тоже хорошо перенес лето. Мы заходим на третье цветение. Смотрите, начинают раскрываться бутоны у него. также много набрал бутонов. Так что мы еще подцветем. У нас сейчас бабье лето. Прямо жарко сегодня было. Наверное, до 32 градусов днем. Но к вечеру, конечно, уже становится прохладно. Так, хорошо. И розочкам отлично. так прям хорошо. Посмотрите, сколько бутонов на нем. Вот. Тоже такая стойкая роза. Единственное, ее не достало, так она запекалась у меня на солнце. но здесь у меня под веткой черешни. То есть она ее немножко притеняла. А так вся роза, ну не вся, не вся, скажу честно, откровенно, вот нижние листики чуть-чуть есть, но это не критично. Сентябрь месяц. Это, я не считаю, что это болезнь. Это вот самые такие вот самые первые листики. А так она чистая. Никакой не мучнистой. Ни ЧП, ничего. Хорошо она перенесла. Также трипсы ее не беспокоили. В общем, такая роза достойная. Я сразу скажу, что это для моего сада. Говорюсь, у меня шестая зона зимостойкости. Вот лето у нас жаркое. Зимы непонятно. Холодные бывают. Бывает и с морозом, бывают и утепели, бывают и гололед, обледенение такое все у нас, качели такие вот. Но эта роза достойная для нашего региона. Да, немножко подплавляется, есть такое. Но все равно она даже вот, вот сейчас смотрите, покажу вот этот цветок. Сколько ему? Дней пять уже. он как бы видите, немножко уже как бы начинает стареть, но все равно он красиво смотрится. Хоть и стареет. Люблю я эту розу за необычный цвет и высота у нее уже больше двух метров. Да, да, до тех вот веточек я не дотянусь. отличная роза. Смотрю блогеров, смотрю блогеров, как они бедные. Все их обрабатывают, обрабатывают, обрабатывают каждые две недели, каждые две недели. И смотрю, у них такие же заболевания на розах, как и у меня. Не все, не все розы заболели, есть которые не заболели, есть которые и заболели, не без этого. Но я просто показываю, какие стойкие розы сейчас в моем саду, которые хорошо перенесли лето. Ну, тут в ногах Мейден, скажу сразу пару слов. Она болеет, она сама по себе болеет. Хоть какая, хоть какое лето будет благодатное, все равно она болеет. Она сбрасывает нижние листья, как бы вы не хотели, как бы не обрабатывали, они обрабатываются у меня. Вот те, которые я знаю, что нужно сильнее обработать, они больше получают дозу, и все равно она сбрасывает листья. Но она цветет, это ей не мешает. Дальше вот новые побеги с чистыми листочками. В общем, все у нее отлично. Так, покажу еще розочку Оливия, но она сейчас без цветов. Тоже чистый кустик. Она вообще первогодка. Весна-посадка этого года. Чистюля. Набираем бутоны. Но пока она не цветет, еще буду показывать. Вот много-много бутонов набрала, прям на каждых веточках. Вот они. Бутоны и не по одному, по несколько, по несколько штучек. Также у меня еще один есть куст, который достойный внимания. Это роза ред Леонардо да Винчи. Цветов пока здесь нету. Вот последний доцветает. Но она опять набирает бутоны. Я не знаю, какое это цветение. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Она постоянно в цветах. Вот, отцветают. Посмотрите, новые бутоны. Эти отваливаются легко. Я вот к ней вообще даже не подхожу. Вот, видите, новые росточки дают. Вот такие вот новые кисти. Хорошая розочка. На пятерочку с жирным плюсом. Хорошая. Прям, 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 прям такая. Ух, молодец. Смотрите сейчас. Вот, видите, она еще полностью не отпала, а уже вот новых побегов. Целая куча. Куча целая. Люблю эту розу. Вот ей надо садить на парадное место. Ее, прошу прощения, ее надо садить на парадное место. Вот, смотрите, видите, были где цветы и новые побежки. Вон, целая куча. И она вот постоянно нарастает, нарастает, нарастает этот куст. Просто шикарен. Просто шикарен. Тоже второгодка. Тоже второгодка. Смотрите, шикарный. Показывает до самого дна. Вот, хотел сказать, до самой земли. Вот, вот. И тут бутоны, видите? И тут бутоны. Тут старые. Вот, посмотрите, все, что под ней. Я не убирала. В общем, называется, посадила и забыла. Рекомендую эту розу. Кто любит красные цветы. Просто шедевральная. И куст сам красивый, нарядный. Лист глянцевый. Красивый, чистенький. Ангела умничка. Умничка ангела. Тоже вот зашла она у меня на какое цветение. Третье, да? Походу. Получается, да? Нагнала вот такие базальные побеги высокие. То есть на следующий год мы тоже будем тут фестивалить. да. Ну, и вы ее все знаете. Ну, такая чистенькая тоже розочка. Отлично. Долго цветет, долго держит цветы. Ну, такая вот на любителя. Кистями. Конечно, это кто не хочет заморачиваться с обработками роз. так как лето у нас в этом году такое вот сложное, можно сказать. Не только для роз, а в основном и для плодовых деревьев тоже были проблемы. Так что ангела, да, в список входит в этот. Краун принцесса Маргарет. Пока мало цветов, но очень много навязалось бутонов. Будет еще. Будет еще цвести. То есть много бутонов. Хорошо наросла. Посмотрите на ее куст. Посмотрите он весь зеленый. Ни одного пятнышка нету. Тоже такая стойкая роза. Ну красотка, 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 красотка. Да, это я говорю о тех розах, которые совсем не болели в моем саду. Краун принцесса Маргарет. Еще покажу ее цветение, так что она у меня будет свисти. Ну вот посмотрите. Кост шикарный. Весь облиственный до самой земли. И цветок такой. Да, ее недостаток, что у нее мало держит цветок. Но их столько много бывает. И вот она у меня все лето, все лето вот нет, нет, дай выпустить такие веточки с цветами. То есть она совсем без цветов не стояла. Вот еще склоняет такие длинные побеги. Он уже паучки свисают. Бабе лето. Бабе лето. И вот сейчас я его обойду со всех сторон. Этот куст он весь облиственный, зеленый, красивый. Чего не скажешь арофолиас. Это все. Голые ветки, если вы видите, да. вот совершенно больные листья. Просто я сравниваю. А это просто шикарное. Шикарное. И еще красоточка, которая не болеет, а Маша Барбара. А Маша Барбара, сейчас вечер, телефон что-то засвечивает, цвет слишком яркий, намного темнее. Попробую сейчас ее притянить. Не получается. В общем, такая темно-бардового цвета. А она так вот закрыла серединки на ночь. Свои тоже красотка. Зеленая. Эта дама цветет весь сезон непрерывно. Непрерывно. Точно так же, как и Ред Леонардо да Винчи. сбрасывает свои бутоны. Вот она сама сбрасывает и она ставит новые. Новые нарастаем, зацветаем. В общем, такая молодец. Умница. Умница. Здесь еще рядом Абрахандерби куст. Но она на бетонах тоже малышка. Большая, правда, малышка. Вот она до забора дотянулась уже. Чистый куст. Чистый. Ну, насчет цветений я вам пока не скажу. Она у меня первый сезон. были цветы красивого, шикарного просто цвета. Размеры, формы вообще, ну, это же Дэвида Остиной цветы. Ну, цвета она как раз в пик, когда она сильно жарко была. то есть она быстро увядала. Посмотрим, как она у нее будет свисти осенью. Бутонов-то у нее много. Обязательно. Обязательно с вами поделюсь ее цветением. Ой, ну, посмотрите, сколько у нее бутонов будет свисти еще. Обязательно покажу. Тоже чистая роза. Сразу скажу, все розы у меня проходили обработку. Последний месяц я уже их не обрабатывала. Смысл? Смысл? То, что заболело, то же само себе обсыпается. Так что, вот так. Есть там еще, конечно, пару таких вот роз, с которых можно было обратить внимание. Ну, вот это самые стойкие розы. гортензия Аннабель. Вот даже в таком цвете она просто шикарная. Смотрите, какие у нее шапищи. Шапищи какие. Вот тут вот такая красотка. Ну, еще одну покажу. Тоже розочка от аппетистой розы. Оранж доун. Или даун доун, как правильно, не знаю. Она у меня первогодка. Показала себя тоже на пятерочку с плюсом. Просто сейчас показать нечего особо. Вот 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 эта красота вот так расцветает и вот так отцветают ее бутоны. И посмотрите, сколько на ней навязалось ног. Смотрите, какой роскост высокий какой. Он совсем с малюток у меня был. Такие, как вот в пакетиках продают, знаете, розочки. Вот такие вот. вот такой куст. Вот до самой земли покажу, да? Она полностью зеленая, чистая листва. Вот эта шапка должна зацвести. Покажу вам тоже ее цветение. Вот это не показываю, потому что она вот натворила здесь кампсис у меня рос когда-то. Вот это все корешками цеплялся за стену и вот это вот все невозможно было оторвать. Вот корни даже остались. А это ствол от него вот как пророс он в вольер в сетку когда-то. Так что осторожность с кампсисом. Вот он даже еще тут до сих пор он я не знаю выкопала так хорошо его с корнем он все равно кусочек где-то остался и что творит что творит я не могу от него теперь избавиться оранждон красота ароматная красота все вредно цветет все лето цветло все лето чистый посмотрите какой чистый лист ну можно еще сказать про эти почвопокровные розы да они тоже не все вот под довелюру она чистая вот он вот он начинается отсюда куст и все потому что почва покровная мне пришлось ее уложить на забор не люблю я такие розы которые мордой в землю не люблю ну черная майя есть немножко в конце вот она ну она это вот первые листочки начинают желтеть вот самые первые которые свистные она вышла а так ничего я просто показываю те розы которые хорошо перенесли у меня лето черную майю на пятерочку просто без плюсиков вот такая вот вернулась опять к этой красотке ой какой красивый цвет ой какая же она шикарная это роза red piano а ну-ка дайте я понюхаю ой есть у нее такой аромат интересный классная классная вот я стою и мне как раз этот цветок может даже не наклоняться вот и понюхать всем мира и добра друзья и пока пока до новых встреч это называется PS подскриптум прошла мимо это розы ну как же ее не показать она тоже достойная кстати ей даже меньше всего доставалось всех вот этих она у меня здесь растет на задворках прикрывает мой душ и бак видите она уже выросла какая высоченная то есть она мне еще на следующий год его полностью перекроет девочки мальчики она у меня цвела весь сезон но ее так атаковали жуки бронзовки мне просто показывать было ничего не успел только вот начинает распускаться цветок и он уже там внутри сидит и жрет столько было в этом году то есть вот жуки ее просто полюбили ну я уже последнее время уже перестала их вылавливать они тут тусили как хотели вот сейчас немножко она вздохнула от них и вот такие кисти вот такие кисти это роза golden showers или шаур шауэр или шауэрс да она цвела весь сезон но я вам говорю что она ей не давали жуки жизни покоя куст весь зеленый облиственный у кого этих гадов нет можете смело сажать эту розу она будет вас удивлять все лето красота ярко-желтый цвет и высветляется а теперь пока